Трогала, потрогала и увидела, что здесь внутри там есть скол. Могила актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище. Дочь Ольга обнаружила уникальное надгробие, пытались украсть. Его подцепили, но вытащить не смогли. Готовится какая-то история с похищением маминого памятника. Ну и поскольку такие истории уже происходили здесь на кладбище, у моей приятельницы улетел прекрасный бронзовый орёл. Кладбище — это одно из излюбленных мест охотников за цветным металлом. В пункты приёма несут всё, что попадается под руки. Лицензия на лом цветных металлов. Проверка пунктов приёма. Полицейские в груди металлолома ищут запрещенные предметы. Владелец этой точки уверяет, работает по правилам. Лицензия и документы на принятый товар есть, дозиметр исправен. Работает, который показывает значение, в порядке. Но многие бизнесмены в погоне за прибылью забывают о том, что принимать в утиль можно далеко не всё. Промзона, ближняя Подмосковья, реклама у дороги, неприметный ангар. За килограмм лома платят до 370 рублей. Чуть меньше, чем у официалов, зато без документов и лишних вопросов. Какой договор будет скучать или так можно? Пронимаем, деньги отдаём. Крадут и сдают в утиль и уникальные предметы. Музей космонавтики, барокамера, в которой тренировался сам Юрий Гагарин. Уже после задержания преступник признаётся, думал, бесхозное. А в экспонате 4 тонны чистой стали. Столько денег пропадает. Обычная железная будка ржавая стояла. В Москве работают более 500 пунктов приёма металла. Из них легальных меньше половины. Самовары, да, старые советские. Считанные секунды старые автомобильные радиаторы под прессом превращаются в металлические кубы, на очереди отжившие своё предметы быта. Канализационные люки или рельсы здесь не примут. Если мы видим либо надгробные памятники, либо ограды, то есть таблички, либо что-то, культурная ценность, представляющая вещи, то, соответственно, это приёму не подлежит. Запрет запретом, но всегда найдётся тот, с кем можно договориться. С своим обидчиком герой Евгений Леонова, доцент из «Джентльменов удачи», наверняка бы и пасть порвал, и моргал, и выглал. На Мосвильмской улице копия памятника всенародно любимому актёру. Оригинал вырвали вместе с постаментом, распилили и сдали на металлолом. За 160 тысяч рублей. Похитители и те, кто его принял, получили реальные сроки. Вот здесь была огромная гиря, что человек мог взять её, подержать. Мишенью охотников за металлами не раз становились и работы скульптора Салавата Щербакова. Памятник Шухову на Сретенском бульваре распилили почти сразу после открытия. Лежала большая кувалда, большая кувалда. Но мы не рассчитывали на такой уровень, назовём вандализма, потому что она была приварена крепко. Одна только кувалда, 15 килограммов бронзы. Вандалов так и не нашли. Спрос рождает предложение. Опытные собиратели металла знают точки, в которых примут всё.